Друзья, приветствую! Немножко меня подклинило, я решил сконцентрироваться на лабораторном тесте, чтобы разобраться с этим синтеком Super 1040, но сейчас почитал комментарии и трезво подумал, что хотя бы предварительно можно попробовать разобраться в этой ситуации с тем инструментарием, который есть в наличии. Поэтому сейчас я отолью здесь в баночку, чтобы удобнее было работать. Канистра большая, она не помещается. Сделаю талон из этого свежего масла, посмотрю, что намеряет прибор. С канистры какая-то шелуха тут осыпается. Я закручиваю баночку, извините, не заметил, что не попал в кадр. Вот такая, видно, светленькая, как на синтеке, который на Rich Fully сделан. Такой тоже цвет детской неожиданности. Так, все, сейчас я заложу пару капель. Болванку я подготовил заранее, сейчас обновлю на ней спектр. Посмотрим, что покажет спектр, показатели, какие намерят прибор. Вот и потом я сверю с разными маслами, с маслами разной вязкости. Так, смотрите, я посмотрел, есть предположение такое, да я и сам, честно говоря, склонен был думать, что это промывочная жидкость MPT-2M, но у нее вязкость с антистоксах при 100 градусах 5,14. Оно очень жидкое, оно значительно жиже даже, чем 0,16 от E-Soil. 0,16 у нас 7,3 с антистокса, а промывочная жидкость 5,14 по заявлению синтека. Так, все, заложил пару капель, давайте посмотрим, что намерит прибор. Так, вот такая спектрограмма. Ого, там даже какой-то бугорок есть, где эстеры должны быть. Давайте посмотрим. Блин, и причем двух типов, и обычный, и полиэстер. Ну, это, смотрите, три сотые, это гомеопатическое какое-то количество, я даже не знаю, ну, вряд ли это вот такой двойной пик, это погрешность, но их здесь просто минимал. Далее выбираю это масло. Сейчас посмотрим, что намерит прибор. Намерил. Противоизносных присадок 28 процентов, ой, 29, это фосфорцинк. Ну, видимо, да, по соображениям бюджетности здесь их вообще на минимальном уровне. Вот, эстеры тоже можно не принимать в расчет, потому что нам настолько их мало, что даже не знаю, там, я не знаю, пипеткой они в бочку капают или как. Вот, поэтому можно пренебречь этим. Ну, продукт бюджетный, дешевый, по нынешним временам очень дешевый. Так, давайте посмотрим кислотное и щелочное. А вот здесь такой сюрприз, честно говоря, меня ожидал. Щелочное 8,4 и 1,37 кислотное. Очень похоже на, учитывая то, что практически нет эстеров и значения практически, ну, как бы, верные. Ну, я считаю, что верные. Так, далее, смотрите, я взял SOIL 016, присылал мне его Евген 48, SOIL постоянщик ойл-клуба. Так, и давайте сравню с этим. Поскольку было предположение, что это промывочная, должна быть не очень высокая разница. Но здесь мы видим, ёлки-палки, да, я ошибся, надо признать, разница колоссальная. Здесь явно больше десяти сантистоксов. Да, следующим этапом я подумал, что может быть что-то не так с образцом тоталя, десять сорок кварца семитысячного, с которым я в прошлый раз сравнивал это масло. Поэтому я порыскал тут по сусекам, нашел Матюль Текма. Десять сорок. Посмотрите, какая разница в цвете, да? Насколько темнее Матюль. Ну, мне кажется, это все-таки ричфул. Так, и Матюль гуще, десять сорок гуще. То есть, здесь не совсем десять сорок у синтека или, значит, по самой нижней границе вязкости от десять сорок это двенадцати пять сантистоксов. Там от двенадцати пяти до, по-моему, шестнадцати трех для данной вязкости вилка. Тогда, возможно, что это двенадцать три. И посмотрите, что я еще откопал. Это у нас синтек пять тридцать C2C3. Кстати, скоро будет видео. Интересный очень. Посмотрите, насколько темнее пять тридцать C3, чем десять сорок даже здесь визуально. Причем этот синтек C3, он уже после начала всем известных событий. Да, не дотягивает до пять тридцать масла. Скорее всего, да, это где-то пять сорок. Ну, попадает это, да, вилку. Скорее всего, на нижнем уровне от допуска для десять сорок. Это где-то двенадцать с половиной. Ну, может быть, чуть вываливается. Но, в принципе, криминала не вижу. Поэтому приходится признать, я был неправ. К синтеку вопросов нет. Но я нашел банку с такой же практической датой. Не датой, дата такая же, смена такая же. На девятнадцать чисел порядковый номер канистры отличается от вот этой подозрительной. Я могу отдать в лабораторию, чисто померить с антистоксом и посмотрим по с антистоксом, вывалились они или не вывалились. Но здесь уже криминала нет. Однозначно понятно, что с мотором у товарища беда. И беда в двух планах. Или мотористы накосячили. Хотя я моториста лично знаю, он не один мотор собрал, маловероятный. Или, как вот писали в комментариях, это контрафактные кольца. Ставили кольца Малли, по идее, качественные. Но китайцы могли сделать их из пластилина. Основное внимание уделить качеству упаковки. И поэтому кольца сожрались, я не знаю, за 500 километров и мотор начал жрать. Но, в любом случае, мотору кранты похожи. Потому что масложор практически три с половиной литра за 1500 километров, это вилла. Это вилла. Гаскет был от Рейнса, по-моему, у Виктора. То есть, здесь вряд ли, что это, например, маслосъемные колпачки. Да, скорее всего, кольцам тренда. Или кто-то где-то накосячил. Блок про мин. Ну, я не знаю, что гадать-то. Пусть уже, я не знаю, товарищ разбирается. Как бы, моей вины нет. Синтека нет вины. Прошу прощения. Покупайте смело. Масло хорошее. Несмотря на то, что сделано похоже на китайском пакете. Но, тем не менее, вот такое видео. Напишите, стоит ли померить в лабе вязкость данной партии. Благодарю всем, всех, кто посмотрел данное видео. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.